Публикация американской дипломатической переписки никому не подконтрольным и ни перед чем не останавливающимся сайтом Викиликс расколола мир. Некоторые заговорили об американском дипломатическом 11 сентября. Официальный Вашингтон назвал публикацию документов нападением на американскую дипломатию и готов обвинить главу Викиликса Джулиана Асанжо в шпионаже Токио и Лондон говорят о преступлении и подрыве глобальной безопасности на планете. Интерпол объявил Асанжо в розыск по обвинению в изнасиловании и домогательствах. Вы знаете, кто этот мощный старик? Действительно, кто этот гигант мысли, отец всемирной демократии? Ему угрожают могущественнейшие мировые лидеры, в то время как сам герой, презрев опасность, предается сексуальным домогательствам. Напомним, мировая слава Кассанжо и его Викиликсу пришла после публикации афганских и иракских досье. В июле сайт Викиликс опубликовал 92 тысячи афганских документов, а в октябре огромное иракское досье внутреннюю переписку Министерства обороны американского оккупационного контингента за период с 2004 по 2009 год. Оно включает в себя свидетельства случайной гибели гражданских лиц, пыток и превышения власти в основном со стороны иракских проправительственных сил, так же как и очередные разоблачения иранских следов в деятельности боевиков-смертников. При этом число погибших ираксов даже снижено с официальных 120 тысяч до 109. Так же потери коалиции оказываются на 700 человек меньше, чем по официальным сводкам. Публикуя 400 тысяч документов о войне в Ираке, интимные с точки зрения США подробности войны, мы надеемся защитить правду. Если оценивать значение тех материалов, которые уже были обнародованы, то как в какой-то степени специалист по американскому военному делопроизводству, мне пришлось около двух лет проработать в американских штабах, я могу сказать, что это абсолютно текущая информация, не имеющая сколько-нибудь серьезной ценности. Ну даже сам гриф «confidential» он означает не «конфиденциально», в смысле «секретно». Это то, что соответствует нашему для служебного пользования. Банальное ДСП. Мол, понятно, на войне всякое бывает, при том, что все тщательно отфильтровано, чтобы это всякое не переходило некую незримую границу. Ровно то же самое просто бросается в глаза из нынешнего дипломатического досье. Огромный массив сплетен, бестактности и мелких доносов, довольно болезненных для широкого круга конкретных вовлеченных в это лиц, и ноль политической информации. Банальная дипломатическая бытовуха, причем тщательно отфильтрованная, чтобы, не дай бог, не выйти за рамки бытовухи. Но раскрутка. Вот он, Ассаж, жертва репрессий, борец с мировым злом, неуловимый авантюрист, ни дня, ни ночующий на одном и том же месте. Интернет – привидение. Призрак бродит по Европе, прям как у Маркса. Все силы старого мира сплотились для борьбы с этим призраком. Нынешнему мальчику делают биографию. При том, что никакой биографии до определенного момента нужного у мальчика не было. Подлинная биография Ассанжа неизвестна. С его слов, он сын бродячих артистов, скитавшихся по Австралии вместе с театром. Нигде по долгу не учившийся и ничего толком не закончивший. Идеальный человек из ниоткуда. Как он сам себя поименовал в интернете – «сплендит Мэндекс» – «погорацию». С латыни – то ли блистательный нищий, то ли блистательный лгун. В 1991 году был вроде бы задержан за хакерство. В 1992 признал себя виновным по 24 пунктам обвинения, но избежал срока. Правда, опять же, стало известно об этом только летом 2009. Сам «Викиликс» был учрежден в 2006-м, как тогда декларировалось, для разоблачения тотальных режимов в Китае, Средней Азии и России. Разрушение на Западе идеалов просвещения, которые должны быть нам дороги, не только обедняет западные страны. Оно также используется, чтобы обосновать ужасающие преступления в других странах. Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующиеся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости. Зато смело, по-большевицки. Вот на это и клюет прогрессивная общественность. Дешевая, зато очень левая антиамериканская риторика, подкрепленная левым псевдосекретным ширпотребом, такой информационной попсой. И такой же попсовой беспрецедентно мощной раскруткой. А кстати, чем занимался наш мальчик на заре Викиликса, когда ему еще не делали биографию? И его имя вообще не упоминалось в связи с этим ресурсом? С 2006 года сайт упражняется в публикации компромата на африканских правителей, причем именно тех, кто имел проблемы в отношениях с США. Публикации эти очевидным образом синхронизировались с активизацией антиправительственной деятельности в этих странах. Через год в Викиликс покидаются скандалом несколько ключевых партнеров, открыто обвинив его в обслуживании операции ЦРУ. Кстати, сегодня в членах наблюдательного совета Викиликс Бен Лаури, бывший эксперт по информационной защите в Гугле, имеющим соглашение с Агентством национальной безопасности США, а также видны и китайские и тибетские диссиденты, связанные с соответствующими американскими фондами. Тогда Викиликс называли ширмой ЦРУ, но тогда у нашего мальчика еще не было биографии. Есть проблема. Левая интеллигенция, она же прогрессивная общественность, не верит в американский официоз. Так вот вам антиамериканский контр-официоз. Маргинал, Робин Гуд, из вольного интернета, более того, паранойя, сексуальный маньяк, теперь вот уже и шпион, клеймимый официальной Америкой. Какого вам еще надо? С одной стороны, Викиликс – это пять штатных сотрудников и 800 внештатников. С другой стороны, скажем, Соединенные Штаты Америки, где 51 спецслужба защищает информационную безопасность своей страны с суммированным бюджетом 75 миллиардов долларов в год. Как вы думаете, на чьей стороне преимущества? Вы будете смеяться, на момент вброса судьбоносных материалов на Викиликс обрушилась якобы кибератака. Что не помешало, кстати, опубликовать материалы во всех самых солидных статусных западных изданиях. И где она эта кибератака? 51 спецслужба, 75 миллиардов долларов в бюджет, а сайт – вот он, как новый. Во какое могущество свободного слова. Вообще, всему этому есть точное название – «мошенник на доверии». Это чрезвычайно не по правилам, и это какой-то цирк в области законности. Ник Николс. Клетчатый. То есть, на наших глазах, по всем канонам информационной войны, раскручивается грандиозный носитель для масштабной реальной провокации. Одноразовый. Один раз, но насмерть. Кстати, совсем недавно неуловимый Асанж попросил российскую визу. То есть, нельзя исключить, что этот носитель таки отработает по России. Что касается возможных следующих шагов, можем ожидать слива компромата, может быть, будет разыграно и более серьезная, я бы сказал так, информационно-политическая кампания. Вот когда и если мы увидим, как отработает этот совершенно независимый носитель, мы будем точно знать, кто заказчик. Однако, до свидания.